Добрый день, дорогие зрители! Это мы сейчас подъехали к Десне, посмотрели на нее, какая она красивая, и продолжаем свой путь. Мы едем к Чернигов, но не по Броварской трассе, в которой две полосы в каждом направлении, а поехали через Выжгород, через Дамбу, ну и дальше вот так вот до Чернигова. Просто здесь очень красивая дорога, единственное, что она узкая, ну, с другой стороны, не сильно загруженная. Есть, конечно, нюанс, вот мы сейчас переезжаем из Киевской области в Черниговскую, ну и посмотрите, как изменилась дорога. Видно, что машина уже немножко трясет, уже другой облавтодор. Но зато дорога очень-очень красивая. Посмотрите, какие красивые здесь сосны, а сегодня такой солнечный день. Все очень-очень красиво. Понятно, что тому, кому надо ехать в Чернигов быстро, ему лучше ехать через Бровары. Ну, а кто никуда не спешит, не торопится, можно проехать здесь. Местами Десна подходит очень близко к дороге, поэтому можно повернуть, выйти, посмотреть. Я там чуть дальше покажу, как мы подъехали еще раз в Десне, посмотрели. Тем более, что погода благоприятствовала. Ну, а мы приближаемся к населенному пункту Десна. Это, вообще-то, военный городок. Здесь находится танковая часть, учебка. Вот танковый переезд через дорогу, знаки стоят, вот следы от танков. Ну, а впереди уже виднеется КПП. Ну, лучше обижать ее по кругу, ехать не через городок. Вот уже видно белое здание КПП. Видите, уходят в сторону грунтовой дороги. Это танки их разъездили. Ну, мы сейчас быстро объехали вокруг Десны. Ну, и вот такая дорога идет дальше. Дорога красивая, но покрытие дороги так себе. Здесь вот, конечно, весной красиво, когда березки зеленые, осенью, когда они желтые. Ну, и вот такие вот дома. направо тоже вон уходят дороги. Это уже в Десне идут они. дороги. Ну, и вот так я, конечно, всю дорогу показывать не буду. Дорога, конечно, красивая, но слишком много времени займет полный обзор этой дороги. Ну, а тут я сейчас покажу Десну. Мы увидели, что находится недалеко. Свернули, вышли, еще немножко прогулялись. Да, красивые здесь вот виды получаются. Ну, вот мы остановились, подъехали к краю берега, спустились вниз. Весна сейчас полноводная. Вот это, где кусты. Летом это берег. Это сейчас затопило. вот это. Летом здесь можно посидеть, а сама река начинается чуть дальше. Вот как отражаются облака в воде. С погодой нам повезло в этой поездке. Зачаровано Десна, как у Довженко. Это вот сверху какая панорама. Вот там за березками идет дорога. Тут местные жители, возможно, рыбаки сделали место отдыха. Ну вот, вид, дадесну сверху. Вот, обратите внимание, котики верба выпустила. Ну вот, местные рыбаки возвращаются. Ну и мы немножко отдохнули, посмотрели и едем дальше в Чернигов. По такой вот красивой дороге. Я уже думал, может, прямую трансляцию сделать когда-нибудь. Чтобы можно было посмотреть все вообще в реальном времени. за счет солнечной погоды очень красивые цвета. Такое небо вон, синее, белые облака. Такая красота вокруг. Что еще мне здесь очень нравится? мало машин. Может, это выходной день, но я думаю, что и будней здесь не очень много. вот посмотрите, слева такие темные тучи. вот сейчас вот они видны над нами. Я еще так пошутил, что возможно снежные. Оказалось, что действительно снежные тучи. Попали мы под небольшой снежок. Ну, понятно, что он растаял практически сразу. Видите, солнца нет, тучи затянули небо и уже цветопередача немножко по-другому. Но все равно красиво. вот так вот сменяются леса. справа вон видна Десна опять. Здесь она тоже очень близко подходит к дороге. Десна петляет как змея. Я буду заканчивать свой выпуск. Всего-всего не покажешь. Я сейчас покажу какое здесь село по дороге. Понятно, что дорога не магистральная, ну, поэтому и села здесь такие попроще. Все дома более старые, новых мало. Да, так что дороги дают жизнь населенным пунктам. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях и путешествуйте вместе с нами. Наша следующая цель сегодня это город Чернигов. подпишитесь на наш дом. Поехали Редактор субтитров